Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин и сегодня мы поговорим об одном из самых важных вопросов в жизни Что же происходит с человеком после смерти, что он чувствует, ну и куда попадает Что ж, давайте не будем томиться в ожиданиях и перейдем сразу к делу Свет, камера, мотор! Итак, смерть Кто-то из нас боится смерти, кто-то из нас любит смерть, кто-то ждет смерти, а кто-то от нее бежит Но каждый из нас хоть раз в жизни задавался вопросом, что же будет после смерти Ну точнее, когда она наступит, ведь это самая логичная встреча в нашей жизни Это самое логичное, что есть в жизни И вот у меня есть для вас три теории, которые, по мне, интересны Некоторые слишком популярны, но интересны Первая теория принадлежит Сэму Парния и его команде из медицинской школы Лан Джон, что при университете Нью-Йорка И данная теория гласит о том, что когда человек умирает, он осознает, что он мертв, а также осознает, что он заперт в своем теле Подтверждают свою теорию они исследованием клинической смерти Ведь те люди, которые выходили из клинической смерти и рассказывали про то, как себя вели врачи, что они говорили Они получали подтверждение своим словам от тех врачей И то есть мы можем поставить плашку равно между смерть и клинической смерть И это жутко, ведь это не один метр до земли, когда вы падаете со ста метрового здания Это не пистолет у вашего лба Это уже смерть, вы уже мертвы и осознаете это Жутко, но заставляет задуматься, что к этому нужно подготовиться, если это действительно так Вторая теория, она слишком популярна, я ее не особо люблю, но она забавна И заключается она в том, что мы все попадаем в рай, ну или в ад, ну или еще в какой-нибудь вымышленный мир И я не мог ее не сказать, потому что современная парадигма общества, она такова Многие люди верят в это, ведь так легче жить, так меньше грязных мыслей, злых мыслей и давящих мыслей лезут тебе в голову Ну а третья теория, моя любимая теория Она заключается в том, что когда мозг умирает, он начинает прокручивать свою жизнь от начала до конца И в этой прокрутке, в этом кино, он тоже умирает и естественно тоже начинает прокручивать жизнь То бишь это фрактал, это бесконечность, это рекурсия И это красиво с точки зрения и науки, и философии, и в принципе жизни Есть только небольшой страх в том, что возможно вы сейчас мертвы И смотрите меня уже на втором или третьем цикле смерти вашего мозга Забавный у вас мозг выбрал именно этот момент Ну и вывод хочется сделать банальными словами, которые как никогда подойдут Прожить жизнь надо максимально интересно Чтобы прыгая на облаках, вы вспоминали это и делились с остальными людьми Или будучи запертыми в теле, ожидая выброса серитонина и эндорфина в мозг Вы вспоминали именно свою прекрасную жизнь и не обращали внимания на суету вокруг тела Ну или чтобы вам было не скучно пересматривать ее, если вы падаете в этот фрактал, который создает ваш мозг Ну и если вам понравилось данное видео Данный бородач, который вещает такие мысли Ну и его странный микрофон То подписывайтесь на мой канал Ставьте лайк, комментируйте и распространяйте данное видео Чтобы остальные послушали эти интересные, забавные, поучительные теории Ну а если не понравилось, то идите на другой канал, что я вам могу сказать Ну а с вами был, есть и будет всегда Данила Рышкин Самый субъективный бородач на всем ютубе и во всем интернете Не будьте нормальными, будьте рациональными Всем спасибо Всем дизлайк Напоследок хотелось бы сказать, что данный ролик вообще не зайдет Потому что интернету интересны шлюхи по типу Дианы Шурыгиной, Ксюше Смирновой Афони Николая Соболева и что там нашли в трусах у Соколовского Если вообще была такая новость Но я просто хочу делать такой контент и как-никак просвещать население Поэтому если вы только за хайповыми телами, то пошли нахуй Интеллект тоже должен кушать